Спаси вас! Могу только я! Вы не настоящие герои. Я настоящий герой. Я настоящий герой. Прежде чем начать поздравлять виновника этого видео, хочу всех поздравить с неизбежным и наступающим. Но все это пустяки, ведь третьего дня был наконец признан публикой главный борец с нацизмом и борщицом с галушкой Егор Николаевич Яковлев. Егор был награжден премией «Знание», главной просветительской премией нашей страны. Давайте посмотрим отрывок из церемонии, а потом продолжим. Большое спасибо. Это очень неожиданно, но очень почетно. Потому что без нашей аудитории нас не существует. Невозможно просвещать пустоту, невозможно просвещать вакуа. И раз люди голосуют за просветителей, это значит, что им интересно их слушать, это значит, им интересно получать знания. Когда-то давно Александр Сергеевич Пушкин сказал, что мы ленивы и нелюбопытны. Кажется, он ошибался. Во всяком случае, с тех пор, видимо, многое изменилось. И я этому очень рад. Я очень благодарен всем своим слушателям, всем тем, кто за меня голосовал, считая, что это наша общая победа. Хочу выразить благодарность своим учителям. Хочу вспомнить своего учителя Даниила Алатановича Альшица, который был замечательным лектором, профессором Санкт-Петербургского государственного университета и ветераном Великой Отечественной войны. Хотя он был медиамистом, но он очень часто и много рассказывал нам про войну и всегда произносил одну фразу. В Великой Отечественной войне выиграл хороший человек. Он имел в виду, что без взаимной поддержки и взаимной помощи невозможно было преодолеть все эти тяготы, которые выпали тогда на долю нашего народа. И это действительно так. Вот эту фразу, как факел, я взял у него и несу теперь. Ну и, конечно, я хотел бы поблагодарить свою семью. Так вышло, что в этом году моя мама тяжело болела. Сейчас, к счастью, пошла на поправку. Мама, я тебя люблю. Это для тебя. Спасибо. Даже такое трогательное выступление не смогло меня удержать от постоянно наваливающихся мыслей. И вот почему. Поймите, эта награда Егорки, это не только его награда. Это и признание тех великих тружеников архивного тыла в самые трудные для страны годы с 1991 по 1993 год по поручению совести партии, паладина чести ЦК КПСС Александра Николаевича Яковлева генералу Кривошееву было поручено спасти положение. Спасти нас. Спасти от лжи. О потерях в Великой Отечественной войне открыть нам правду сталинских ужасов и провалов. И они таки смогли. Генерал Кривошеев стал широко известной личностью после публикации в 1993 году своей книги, посвященной раскрытию числа потерь в Великой Отечественной войне. Под общей редакцией Кривошеева книга была подготовлена историками и основывалась на рассекреченных советских военных архивах. Книга представляет собой, возможно, первую серьезную попытку обозначить величину потерь рабоче-крестьянской Красной Армии и Советской Армии в ходе Второй мировой войны. До этой работы точное количество военных потерь СССР было предметом политических спекуляций, и цифры варьировались в соответствии с политической ситуацией в обществе. Это цитата из статьи о руководителе группы Кривошееве и его компании, и их работе. Гриф секретности снят. Подери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. Именно в 1993 году самое время было, чтобы на государственное финансирование проделать работу, которая поставит точку в предмете политических спекуляций. Это то самое начало святых 90-х. Ведь вы, дорогие зрители, должны понимать, если премию за просвещение вручили в стране, в которой ставят памятники Солженицыну и лепят доски Маннергейма, а Мазолей скромно заколачивают фанеркой, то такой просветитель ничего кроме правдивой правды не скажет. И потому его борьба с нацизмом опирается на данные Кривошеева. А вот цитатка из той кладези объективности по поводу советских пленных. К сожалению, долгие годы, военные и послевоенные, эта тема была закрытой для печати. А ведь речь шла о миллионах советских солдат и офицеров, оказавшихся в руках фашистов. Тема была закрытой для печати? Это ложь, как и вся работа комиссии Кривошеевой. Как же так вышло-то, блядь? Вот вам нота Молотова о зверствах немецкой сволоты. А вот вам книга о зверствах немцев, напечатанная в 1942 году. Но генерал Кривошеев не будет вам врать, тем более если его попросили об этом Александр Яковлев и все ЦК КПСС в святые 90-е. Потому Егорка на генерала с радостью опирается. Кривошеев был в священных архивах, он знает. Но спойлер, в книге «Клевита на Красную Армию» Петра Балаева опровергается факт того, что Кривошеев что-то там в архивах изучал, если только не в немецких архивах, с привкусом баварского. Сыль на книгу в описании. Кривошеев в своей работе обвинил большевиков под руководством Сталина в преступной халатности и в просчетах приведших к гибели миллионов советских людей. Именно за этим его ельцинская шайка в архивы и отправляла. А вы что подумали? Кстати, его цифры чудесно совпали с цифрами цирушных исторических архивных крыс из ФРГ и Лондона. Но разве это может быть помехой для признания заслуг Егора Яковлева? Еще не помеха. Такие фокусы от нашего гладенького номинанта. Цитата из великого антинацистского труда «Война на уничтожение». Страница 341. Коллектив современных исследователей во главе с генералом Кривошеевым оценил число преднамеренно истребленных гражданских лиц на оккупированной территории близко к данным Чрезвычайной государственной комиссии, замечу, созданной при Сталине. Однако в исследовании фигурирует еще 4,1 миллиона погибших от ухудшения условий жизни. То есть общее число, по мнению авторов, 11,5 миллионов человек. По обоснованному мнению Виктора Николаевича Земского, происхождение второй цифры совсем сомнительно. Цифры Чрезвычайной государственной комиссии косвенно подтверждают результаты демографических исследований профессора Сергея Максудова, профессора Гарвардского университета. Сейчас поясню. Два уважаемых специалиста, генерал Кривошеев и Виктор Земсков, выпестованные и поставленные на крыло борцом за правдивую правду Александром Яковлевым, сразились на страницах книги нашего упитанного номинанта. Что плохого? Виктор Земсков уже подробно разбирался на этом канале. Но коротенько напомню, что Земсков в святые 90-е занимался реабилитацией Геринга не больше не меньше, вешая котынский расстрел польских офицеров на советских воинов-освободителей. Это тут, посмотрите, ссыль внизу. Ко всему этому Егор ловко упоминает, между делом, Гарвардский университет. Мол, ничего такого, люди тоже работают. И это другое. Понимать надо. Да и вообще, Егорка сегодня поздравляется, а не критикуется. То, что Земсков реабилитацией нацизма занимался, ну права такие пустяки. Кривошеев оклеветал Сталина и советское правительство, ерунда. Да и тогда такие цитаты со страницы 333 из книги «Война на уничтожение» вообще мелочь. Исходя из этого, ответ на вопрос о тождестве нацизма и коммунизма отрицательный, так как советский строй при всей кровавости и запредельном трагизме репрессии являлся для русских проектом модерна, устремлением в будущее. Тем более, все вышеуказанное не испортит картины, если Егор подается доверчивой публике, как совесть современной российской историографии. Егор, я тебя поздравляю. Ты дважды сертифицированный пропагандист. И я рад, что ты наконец смог монетизировать свои заслуги. Егор, я тебя уверяю, что прочитав книгу Петра Балаева «Клевета на Красную Армию», зрители тоже начнут задумываться о всяком, глядя на тебя и твоих подельников по историческому цеху. Завершая, задам риторический вопрос Егору и всем его коллегам. Каково это жить, не выходя из контекста выражения «Весь мир гулаг, а ты в нем Солженицын». Дорогие зрители, задавайте риторические вопросы в комментариях. Читайте правильные книги, шлите нахуй ханжей и пропагандистских прошмандовок. И да, подписывайтесь, чтобы не пропустить интересное. А я с вами прощаюсь. Увидимся в будущем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok